15 часов 35 минут в Москве, дневной разворот, Александр Плющев, Ирина Меркулова, и мы приветствуем Никиту Белого, губернатора Кировской области, он в студии в Кирове, Никита Юрьевич, добрый день. Добрый день, я не вижу, кто там с вами еще? С нами. С нами Александр Плющев и Ирина Меркулова. Ёлки-палки, все-таки, неужели Александр Плющев? Да, сам Александр Плющев сегодня, поскольку события сместились, если знаете ли, на Украину, и туда должен... Если вы видели, что с нашим расписанием делать. Должен был срочно вылететь в Соломин. Не только в Соломин, а прямо весь мужской состав, фактически. Да. Вот. И Плющев оставили здесь для чего? В цветнике, да, так и есть. Хорошо. Вы как-то бы немножко камеру сдвинули, потому что я от Ирину вижу, а у Плющева только когда он бумаги какие-то перебирает руку, а так неудобно общаться. Если бы я знала, где камера, Никита Юрьевич, я бы ее, кажется, сдвинула, но поскольку я не знала... Ну хорошо, ладно, давайте тогда. Я буду как бы из-под поля. Для вас, Никита. Хорошо. А что, Никита Юрьевич, тут у нас проходили сообщения, что была у вас прямая линия в эфире ГТРК «Вятка», и задавались вам разные вопросы. И в числе прочего спрашивали, что, дескать, будет после 15 января 2014 года, когда истекает срок ваших полномочий. Скажи, что готовы побороться за пост кировского губернатора на предстоящих выборах, насколько я понял, из агентства «Интерфакс». Подтвердите или опровергните нам, пожалуйста. Удивительная вещь. То есть я произнес фразу, которую произношу последние полгода из слова в слово. Значит, ее же я произнес и в рамках этого эфира. Почему-то полгода назад она не вызывала никаких интерпретаций. Сейчас какие-то интерпретации вызывает. Я сказал о том, что я чувствую в себе силы и готовность дальше работать в Кировской области, но решение об этом будет приниматься избирателями. Все. То есть больше там никакой фразы там сказано не было. То есть поэтому там кто хочет и как хочет, может, ее вольно там трактовать, я сказал то, что я сказал. Вот сейчас наконец появился и Плющев у меня на экране. Ну, для того, чтобы избиратели приняли решение, им по меньшей мере надо проголосовать за вас. То есть для этого вам надо принять участие в выборах. Замкнутый круг, я понимаю. Я чувствую все силы и готовность продолжать работу в Кировской области. Да, но полномочия истекают, я чисто по процедурному вопросу, 15 января. Голосование на выборах, единый день голосования, это 2-ое воскресенье сентября. Между январем и сентябрем у нас можно ребенка выносить вообще даже. Выносить, конечно, нельзя, но... Да запросто. Ну, почему можно? Я думаю, что даже кто-то это попытается сделать. Вот. И хотелось бы узнать, а что в это время будет? Исполняющий обязанности, ИО, как там обычно делается? Это решение, которое в соответствии с законодательством принимает президент Российской Федерации. Ну да, то есть он может оставить в качестве ИО, а может не оставить. Президент Российской Федерации в рамках своих полномочий указом президента назначает исполняющего обязанности. До момента проведения выборов. Прекрасно. Ну что, тогда перейдем. Хорошо, а можно спросить, что у вас там спрашивали на прямой линии. Ну вот по опыту президентской прямой линии, да, обычно спрашивают о каких-то бытовых вопросах, о проблемах. Газ там провели туда-сюда. Елку поставить, лампочку в подъезде вернуть. У вас то же самое? Ну, смотрите, начнем с того, что это прямая линия, там, не первая и не вторая, и даже не третья. Мы их проводим достаточно регулярно. Где-то, начиная за неделю, она анонсируется. Можно присылать там письма, вопросы, как по телефону, так и по электронной почте. Поэтому, естественно, к моменту самой прямой линии только тех вопросов, которые переданы заранее, направленные, а в некоторых случаях и даже видео, вопросы записываются, набираются около тысячи. Понятно, что в рамках прямой линии, которая длится полтора часа, ответить на все, там, просто физически невозможно. Поэтому мы в любом случае все эти вопросы, которые поступают, мы их направляем в соответствующие ведомства, которые готовят ответы. И если вопрос и, соответственно, ответ содержат персональные данные, то есть, когда, знаете, там, речь идет, там, люди либо, там, о болезни, там, сообщают, либо какие вопросы, касающиеся, там, полагается или не полагается им та или иная льгота, значит, тогда, соответственно, эти ответы посылаются напрямую людям, которые этот вопрос задают. Если же вопросы носят некий более общий характер, то ответы публикуются и на сайте ГТРК, и на сайте правительства, и иногда я еще, собственно, и публикую в рамках своего живого журнала. Думаю, что так же мы поступим и в этот раз. Те вопросы, которые задавались как ведущими из числа тех вопросов, которые поступили, так и студии, они как раз носили, наверное, более общий характер не по вопросу, там, вернутые лампочки, да, значит, в том или ином подъезде, а, ну, какие-то более, может быть, крупные вопросы, хотя в некоторых случаях действительно была привязка к конкретной ситуации. То есть, если, там, житель Шабалинского района задал вопросы по поводу доступности здравоохранения и, там, работы тех или иных специалистов, понятно, что это проблема не только этого места в Шабалинском районе, это такая, в общем, в целом проблема, связанная с привлечением молодых специалистов как в сфере здравоохранения, так и в сфере образования для работы в сельской местности, так, то есть, поэтому, естественно, ответ давался. В целом по ситуации, по тому, какие меры предпринимает правительство. Были, соответственно, вопросы, связанные с социальным развитием, были вопросы, связанные с развитием экономики. В общем, я думаю, что мы в течение еще двух недель подготовим. Были, естественно, и повторяющиеся вопросы, почему я сейчас не могу дать типологию, так, то есть, вот, там, из этих тысяч вопросов, потому что я специально перед нашим эфиром у своих коллег информацию запросил, сказали, что слишком много вопросов, которые дублируются, да, то есть, ну, там, либо, там, сто процентов, да, то есть, либо в какой-то части. Поэтому, когда мы ответы подготовим, я информацию всю у себя в жилом журнале по этому поводу вывешу. Ну, вот сегодня здесь, не сегодня, прошу прощения, на неделе поступила информация, на которую мы бы, может быть, и не обратили внимания, если бы не готовились к встрече с Никитой Белых. Поступило оно из Тверской области, как ни странно. Там у них осуществляется программа местных инициатив в пилотном режиме. Это значит, население определяет, на что тратить средства, проводит конкурсные процедуры, контролирует качество, принимает решения и заставляет отчитываться подрядчиков. Народный контроль такой. Но мы обратили внимание, что Кировская область тоже в числе пилотных регионов, и наверняка Никита Белых тоже может нам рассказать, собственно, каким образом это происходит, каким образом население определяет и контролирует траты, например, в регионе. Вот, Ирина, видно, что Александр Плющев, будучи работником ИХ Москвы, сам эфиры не слушает, потому что мы к теме программы поддержки местных инициатив в рамках наших эфиров возвращались уже, не знаю, десяток раз. Более того, я прекрасно знаю опыт наших тверских коллег. Я его очень приветствую и поддерживаю. Они начали несколько позже, чем мы, то есть где-то, наверное, года через два после того, как этим начинали заниматься мы. И у них пока еще, конечно, меньше и статистики, и меньше вообще информации по поводу того, что делается. Но путь, по которому идут, он абсолютно правильный. Более того, я могу сказать, что когда мы в последний раз проводили конференцию вместе со Всемирным банком по этому проекту у нас в Кирове были представители более десятка регионов, которые либо вот уже начинают, либо планируют подобного рода проекты реализовывать. И я надеюсь, что в целом многие регионы эту идею поддержат, поддержат, потому что здесь в рамках этого проекта проявляется возможность вовлечения в процесс большого количества людей. То есть действительно определение самими людьми, что необходимо сделать для развития их территории на уровне местного самоуправления. Действительно возникает механизм вот этого народного контроля, о котором Саша упомянул. Появляется элемент открытого прозрачного бюджета. То есть поскольку это бюджетные деньги, которые выделяются в качестве грантов, они распределяются по понятным правилам и по понятным принципам, и каждый гражданин может отследить. И масса, ну я уж не говорю, в целом повышения некого общего уровня гражданской активности, что, как мы, я думаю, одинаково понимаем, является крайне важным и необходимым не только с точки зрения развития местного самоуправления, но и с точки зрения развития государства в целом. — Это Никита Белых, губернатор Кировской области. — Мне кажется, Плющев загрустил. — Ну как? Я подумал, что надо с этого момента менять жизнь и круглосуточно слушать родную радиостанцию. — Хотя бы читать, потом распечатки. — Видишь, как? Читать, потом распечатки. — Давайте про школу, потому что интересные новости есть. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что школьники будут сдавать ЕГЭ под видеокамерами. И уже вроде бы с будущего года это произойдет. — Я читал про это. Я считаю вполне нормальным и правильным подходом. Тем более, что сама информация об этом уже несколько раз в том или ином виде поднималась и озвучивалась. Речь, насколько я понимаю, идет об использовании тех камер, которые приобретались в рамках подготовки к президентской кампании 2012 года. Если говорить об эффективном использовании имущества, мне кажется, вот такое массовое подключение школ, многие из которых являются одновременно избирательными участками к процедуре ЕГЭ, подход правильный. Я думаю, что все абсолютно заинтересованы в том, чтобы сама сдача единого госэкзамена была максимально прозрачной, понятной, исключающей разные трактовки, кто списывал, кто не списывал, кто пользовался какими-то шпаргалками, кто нет. Потому что споров по этому поводу много возникает. Ну и, соответственно, если такое решение действительно будет принято и воплощено в жизни, я считаю, что это повысит уровень доверия к единому госэкзамену, по поводу которого много достаточно споров и дебатов идет до сих пор. А куда будут транслировать изображения? Это вопрос даже не для трансляции. Нет, это просто интересно. Я, насколько понимаю, есть варианты и просмотра в режиме онлайн, как проходят экзамены. То есть я думаю, что многие родители... Я бы, например, с удовольствием посмотрел, как идет единый госэкзамен, в котором принимают участие мои дети. Они просто еще маленькие, но надеюсь, что к этому времени такая возможность будет сохранена. А во-вторых, во время спорных ситуаций, связанных как раз с фактами списывания-исписывания, да, или использования каких-то механизмов, запрещенных на едином госэкзамене, как правило, как раз в виде фиксации, может сыграть решающую роль. И, насколько я понимаю, одновременно с этим введением должны быть еще и определенные изменения в регламенте проведения единого госэкзамена. То есть по поводу того, что если позже, уже после того, как результаты единого госэкзамена подведены, в рамках просмотра видеоархивов обнаружатся факты использования незаконных приемов, то будет у аттестационной комиссии возможность обратным числом отменить эти результаты. Это как с олимпийскими чемпионами, да? То есть хранится в этом доктору? Ну а что? Нет, абсолютно справедливо. А потом ростами берегняли? Ну нет, мне кажется, это правильный подход. Даже если через некоторое время обнаружили, что, условно говоря, кто-то пользовался, не знаю, СМС, значит, или там смотрел в интернете ответы на вопросы прямо в ходе сдачи единого госэкзамена, ну а как поступать? Конечно, значит, в этом случае признавать результаты недействительными. Кстати, было еще сообщение на неделе, что двойная проверка ждет выпускников там на входе, потом уже непосредственно в аудиторию, там чуть ли не с металлодетектором их будут осматривать и ощупывать, чтобы не было мобильных телефонов. Да ничего, я не знаю. Единый госэкзамен, наверное, самый массовый формат проверки знаний. Поэтому это действительно тема, которая касается абсолютно всех. То есть в каждой семье есть или выпускник, или будущий выпускник, или там несколько выпускников, или там люди, которые задействованы при приеме экзаменов. Поэтому здесь, мне кажется, тот случай, когда излишний из лишних мер, связанных с прозрачностью, объективностью, быть не может. То есть если вот там есть необходимость действительно удостовериться в том, что все находятся в равных условиях. Тут еще вопрос не только преследования конкретного там ученика или выпускника. Мы все, в данном случае, и вот выпускники находятся в конкурентном поле. Они борются за лучший результат, за возможность поступить там в тот или иной ВУЗ. И если кто-то пользуется какими-то там механизмами, это, знаете, ситуация как с недобросовестными предпринимателями. Недобросовестные предприниматели враги не государстве бюджета, они враги добросовестных предпринимателей. Потому что они получают преимущество в рамках предпринимательской конкуренции. То есть понятно, что вы можете произвести одну и ту же продукцию, но только ты зарплату выплачиваешь в белую, а твой конкурент в черную. И экономик просто на соцвыплатах. Так он тебе проблемы создает. Он не только государству проблемы создает, он и тебе проблемы создает. Точно так же и в рамках единого госэкзамена. То есть человек, который пользуется какими-то там преимуществами, он в конкурентной борьбе получает необоснованные преференции с точки зрения поступления. Так, может быть, ты бы поступил в этот ВУЗ, а твой сосед по партии, который воспользовался, не знаю, там, айфоном или еще чем-то, получил результат больше и занял твое место. Вот и все. Ну, это все прекрасно, но есть же там Москва, есть условный Дагестан, да, где, я думаю, с видеокамерами будет все хорошо. И с тубальников будет. Ну, не буду это комментировать. Во-первых, действительно не моя компетенция. А во-вторых, понятно, что мне проще говорить о ситуации в Кировской области и правильнее говоря о ситуации в Кировской области. У нас, как вы знаете, результаты единых госэкзаменов. У вас хорошие результаты. И другими результатами, в частности, результатами Олимпиад. Вот, кстати, про Олимпиады. Да, тоже приходит прищучить победителей Олимпиад. Ярослав Кузьминов предложил, чтобы они тоже сдавали ЕГЭ. По профильному предмету. Союз ректоров, правда, тут уже возмутился. У нас уже конфликт здесь, да, конфликт среди ректоров, фактически. Ну, зря конфликт, мне кажется, раздувается. Мне кажется, это предложение, как, наверное, многие другие предложения, должны пройти общественное обсуждение. То есть, это должна быть дискуссия со своими аргументами, а не конфликт, который еще всячески подогревается заинтересованными, и не только заинтересованными сторонами. То есть, мое личное мнение, да, опять же, я могу судить по тем Олимпиадам, которые я видел, которые я знаю, значит, претензий к их объективности нет. Уважаемый мной Ярослав Кузьминов говорит о том, что есть Олимпиады, по которым уровень коррупционогенности намного выше, чем в системе единого госэкзамена. На что представители ректорского сообщества говорят, что вообще-то, как бы, по уровню доверия общества, Олимпиады заслуживают большего доверия, чем единый госэкзамен, и пытаться верифицировать результаты Олимпиад единым госэкзаменом, ну, не совсем правильно. Вот я в данном случае не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ни ту, ни другую сторону, потому что я, а, там, не знаю о каких Олимпиадах в данном случае говорит господин Кузьминов. Я думаю, что если мы говорим про международные и всероссийские Олимпиады, там такого нет. Если мы говорим про региональные, давайте смотреть там по региону. Во всяком случае, то, что я знаю по Кировской области, результаты Олимпиады Кировской области всегда подтверждаются высокими результатами, баллами в рамках системы единого госэкзамена. Если у кого-то есть другие данные, давайте их посмотрим и сравним. Ну, вообще речь шла о школьных Олимпиадах, насколько я понимаю, то есть... Нет, вот, в том-то дело, что не школьных, то есть, потому что, когда речь идет о преимуществах при поступлении и возможности не сдавания того или иного экзамена, эта преференция дается, то есть, с определенного уровня Олимпиад. Вы еще в классе Олимпиаду проведите, то есть, это там точно не будет считаться. То есть, речь идет, то есть, об Олимпиадах региональных, зональных, всероссийских и международных. То есть, это высокий уровень Олимпиады. Ну, а с другой стороны, а чего такого? Вот я вступлю за ректора высшей школы экономики, хотя он, видимо, в этом не нуждается. Он предлагает, ректор высшей школы экономики, установить для Олимпиадников барьер в 70 баллов на ЕГЭ. Но 70 баллов это ерунда вообще, да? Что для Олимпиадника 70 баллов? Пошел да сдал, чего такого? Он Олимпиадник или кто? Значит, здесь подход такой, знаете, есть вещи, которые то есть, вот, я абсолютно уверен, что наши Олимпиадники, победители наших Олимпиад и призеры, которые обладают этим преимущественным правом, получат необходимые баллы при сдаче единого госэкзамена. Вопрос в том, что тем самым ставится под сомнение и девальвируется сама система Олимпиад. То есть на сегодняшний день, собственно говоря, участие в Олимпиадах, да, помимо, значит, некого там вопроса самореализации и некого такого саморазвития, имеет практический смысл, да? Победители Олимпиад пользуются определенным преимущественным правом вот при поступлении в ВУЗ. Так вот, я просто хочу сказать, что когда говорится о том, что, знаешь, там, это все, конечно, хорошо, но вот еще там единый госэкзамен надо пройти, даже там, когда ты его проходишь и подтверждаешь, собственно, свои баллы, как говорится, ложечки находятся, а осадок остается. То есть если вы не верите системе Олимпиад, ну, тогда просто их не проводите. В конечном итоге эти же Олимпиады проводит само государство. Да, но это с одной стороны. А с другой стороны, если у нас есть подозрение в коррумпированности, мы таким образом можем выявить коррумпированные Олимпиады. Ну, скажем, посмотреть, с какой Олимпиады олимпиадников, простите за тавтологию, не сдали на 70 баллов. И если там есть какие-то превышенные значения, мы сразу видим, где коррупция. Александр, вот именно поэтому я говорю, что надо вести речь не о конфликте, а об обсуждении данного предложения. Я сказал, что вот у меня таких данных нет, например, да. То есть если же действительно выявится, что, не знаю, там, Всероссийская Олимпиада по информатике не подтвердила высокие знания у победителей и призеров этой Всероссийской Олимпиады, ну, придется развести руками и сказать, ну да, вы, наверное, как бы правы. Но у меня таких данных нет. Во всяком случае, по системе наших областных Олимпиад в Кировской области, по отношению к победителям Всероссийских и международных Олимпиад, которые родом из Кировской области, у нас есть такие ребята, никогда вопросов в подтверждении качества их знаний на уровне ЕГЭ или там дальнейшей учебы в ВУДе не возникало. Еще раз говорю, возможно, есть другие прецеденты. Поэтому я говорю, что это тема для обсуждения, как и, наверное, более правильный формат для любых предложений, которые вносятся в рамках профессионального сообщества. Понятно, что Господин Кузьминов, безусловно, достойный представитель профессионального сообщества ректоров. То есть он может внести это предложение, его надо обсуждать, вносить свои предложения, аргументировать позиции и так далее. Кстати, у вас там какой-то супермальчик был в Кирове, который сдал ЕГЭ там все, по-моему, на 100 баллов. Четыре, да. Четыре экзамена сдал на 100 баллов. И вот он, кстати, был одним из победителей. Он был как раз победителем сразу и призером по нескольким Олимпиадам. Он как раз является подтверждением того, что никаких вопросов по его знаниям не возникало. Вы так за его судьбой не следите? Интересно просто, как дальше у него там развиваются? Ну, нет, мы следим, просто понимаем, что мы сейчас говорим, когда еще даже первый семестр не закончился. Но он где-то учился уже, да? А он куда поступил? Куда поступил? В Кировский? Нет, он поступил в Москву. То есть он поступил в Москву в одну из медицинских академий. И он, собственно, специализировался. И у него были 100 баллов по химии и по биологии. И он как раз был участником и призером Олимпиад как раз по этим же предметам. Но также еще и, собственно, математику, как бы и русский язык. У нас было несколько вот таких ребят. Один, кто сдал 4 экзамена по 100 баллов. И трое, кто сдали 2 экзамена по 100 баллов. То есть вот у нас 2 человека, 200 больников, так называемые, они остались в Кирове. Им выплачивается отдельная, так называемая, губернаторская стипендия в размере 10 тысяч рублей в месяц. Один из вот этих 200 баллиников и вот 400 баллиников, они приняли решение свою учебу осуществлять в Москве. Понятно. Еще хотели вас спросить по поводу инициативы московской. У нас тут хотят к 2016 году ввести уроки чтения газет и журналов во всех школах в Москве. Как вы к этому относитесь? Ну, я не знаю, я когда что-то учился, у нас были политинформации. Вот, вы ввели политинформацию, Никита Юрьевич. Я поставил деньги, что вы ввели политинформацию наверняка. Конечно, ввел. В таких спорах ты просто, можно сказать, отбираешь деньги у Ирины, как у ребенка конфетку отобрать. Конечно, ввел. Я не знал об этом, но я догадывался. Да нет, я на самом деле нормально и хорошо отношусь к такого рода идеям. Да, просто вопрос, как говорится, тьявол кроется в деталях всегда. Да, как информировать. Кто будет определять, какой перечень средств массовой информации должен вовлекаться, как информация будет подаваться, насколько она будет объективной, насколько она будет цензурируемой или нецензурируемой. Сам подход правильный. Если мы говорим о том, что проблема современной молодежи, одна из проблем современной молодежи заключается в том, что не интересуется какими-то вопросами, что происходит в мире, что происходит в стране, или точнее сильно поляризованно. Есть те, кто очень активно этим занимается, этим живет буквально. Есть те, кто этим не занимается совсем. Так вот, для той части, которая не занимается этим совсем, то есть, ну вот, может быть, через никаких таких политинформаций хотя бы посвящать. Но, еще раз предполагаю, что дебаты будут... Я не знаю, мы в поле все время. Без 15.8 начала вот этого всего. Мы все время спали. Не знаю, на моей, по информации, никто не спал. Все. Ну, Саша, я предполагаю, что и на моей тоже. Мы, правда, в основном, я не знаю, как у вас, то есть мы говорили о ситуации такой в сфере международной политики, что происходит в двух странах. Ну, конечно, да. А я читал газету «Труд» «Последняя колонка». Там прикольные все время новости были, вот. Да, хорошо, что у нас есть литературные газеты, да? Да, да. Нет, я помню, что как-то мы внимательно следили за выборами президентов в разных странах, то есть я объяснял, в чем разница программ кандидатов там, да. И о зверствах Пол Пота и Янг Сарии я тоже знаю, поговорю. Израильская Валенщина и Вашингтонские Ястреба. Спасибо большое. Ну, может быть, дети как-то нынешние будут немного по-другому читать газеты и журнал. Может, «Нью Таймс» им выпишут, например. Или, может быть, наконец узнают, что Пол Пота больше нет, да? Да. Спасибо большое. Спасибо. Губернатор Кировской области Никита Белых, дневник губернатора. Прерваемся на новости. Развернитесь, пожалуйста.